Ну, во-первых, значит, когда я вернулся, в это время как раз разделили образование. Мужские и женские школы стоялись в 43-м году. Я вернулся уже в другую школу, в 59-ю школу, которая напротив канадского посольства, на старый, конечно, период школы, почему-то имени Гоголя она стала. Это Медведниковская гимназия известная, очень построенная в начале 20-го века. Медведникова, блестяще оборудованные химические, физические кабинеты с семенцевским оборудованием, с химическим оборудованием, аудитория, как в ВУЗе, эти аудитории химические, амфитеатрами. Учился я, я хорошо учился, только когда я приехал из Свердловска, мне как-то трудно было адаптироваться, первый, это шестой класс. Но потом я, чтобы все было хорошо, окончил я школу с серебряной медалью, потому что у меня было по физике четверка, по одной из математик четверка. Ну я разразлился, сказал, что тут новенького есть еще. А вот только что организовался новый факультет, Московский университет физико-технический факультет. Это, говорят, что-то невообразимое. В прошлом году уже был набор, сейчас. И с июля месяца я начал сдавать экзамены на Маховой. Да. Практически три тура. Ну, медалисты освободили, по-моему, иностранные языки от химии и еще чего-то. Но зато физика письменная, физика устная, алгебра письменная, алгебра устная, геометрия письменная, геометрия устная. Потом общая оценка допускают до второго тура. Я с трудом преодолел первый тур. А второй, там только письменная физика и письменная математика. И я как-то легко преодолел и попал на собеседование. А проректором МГУ тогда, специально по физтеху, был назначен замечательный совершенно ученый, аэродинамик, академик Христианович Сергей Алексеевич. Это вот из той палеяды, которая была сначала Жуковский, дальше Чеплыгин помоложе, а потом вот уже Христианович, Келдыш и остальные. Или вот мы, один из моих учителей, академик Петров Георгий Иванович, а тут уже поколение другое. Ну и я, конечно, поскольку я подал заявление на аэродинамику, на специальности, я схватился в тот день, когда идти на собеседование. Ну все-таки я узнал, что книжки читал, но сейчас мало ли, но посерьезнее. А отец подписался еще в 20-х годах на Большую советскую синклопедию. Первые там мы выходили в 24-м, 25-м году, а последние после войны в 56-м вышли. Она вся, сейчас, целая у меня, вся с красными корешками. Я вытаскиваю том А, 24-й год. Там мелким шрифтом два столбца, восемь страниц. Когда читать? Я читаю первые два столбца, узнаю, что Ньютон заложил основу, аэродинамики курсоскулярной. И с этим багажом направляюсь на собеседник Сергея Алексеевича. Собеседование ведет сам Сергей Алексеевич, а ему помогает молодой человек, видимо преподаватель, из теха. В результате я зачислен. И, наконец-то, 1 сентября, мы появляемся в Долгопрудной, станции Долгопрудной, Савиловской железной дороги. И так начинается физтеховская жизнь. Что интересно, что преподавателем, не лектором, а преподавателем, который ведет практические занятия по высшей математике, оказался Лев Митич Кудрявцев, вот тот, который проводил вместе с Христиановичем собеседование. Почему выяснилось? Тогда ходил паровой поезд от Долгопрудной, там вообще по Савиловской дороге, до Савиловского вокзала. Он ходил медленно, поэтому не нужно было на станцию ходить, можно было прямо напротив, на ходу сесть туда. Но иногда это приходилось делать, потому что занятия у нас были так с 10 и до 10. Ну, щадили нас 10 часов, потому что, утра, потому что пока мы доберемся, 2 часа добирался я, до института и столько же обратно. Вот. И оказалось, что в вагоне встречаемся с Львом Дмитриевичем. Оказывается, он кончил 59-ю школу. И только что закончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию на МИХМАТе МГУ. Его направили молодым доцентам или там старшим преподавателям в математику, преподавательную физики. Мы до сих пор связаны. Интересно, что он недавно еще какую-то брошюру издал, где вспоминает об этой 59-й школе. Он ее окончил где-нибудь в году в 40-м, а я в 48-м. И он написал, говорит, школа обыкновенная, просто там не математическая, ничего. Вот вышел из нее, вот из того, кого я знаю, выпускников, член-корреспондент Академии наук математики Лев Дмитрий Кудрявцев, тот самый молодой собеседник, недавно умерший великий математик Володя Арнольд, так, Владимир Игоревич, он помоложе меня немножко, мой ровесник, сейчас известнейший математик Виктор Павлович Маслов, мы с ним на одной парте сидели, просто, в том классе, в каком я учился после войны, когда вернулся, после эвакуации. Винка Мясников, тоже академик, математика, механик, он тоже рано умер, в нашем отделении стал, потом перешел в отделение. И ваш покорный слуга, вот такой Бермудский треугольник на Старокоречной переулке был. Из института тоже у меня, значит, на приемных экзаменах я познакомился с Сашей Красильщиковым, сыном известного ЦАГовского аэродинамика Петра Петровича Красильщиковым. Он всю жизнь проработал в ЦАГе и сейчас работает. Он доктор, профессор, лауреат государственных премий и всего прочего, автор книг по гиперзвуковой аэродинамике, замечательный экспериментатор. Ну, он пропустил во время военный год, поэтому он 29-го года рождения, а заканчивали мы одновременно. Но Саша тогда был великим спортсменом, легкоатлетом. Он был еще в школьные годы чемпионом СССР в своих возрастных категориях в нескольких видах легкой атлетики. В том числе с барьерами, ядро, прыжки какие-то, все. А мне мама купила велосипед, когда я школу кончил с медалью, в комиссионке на Арбате, американский красивый велосипед Казумбек. Я катался все лето, когда экзамены сдал, потом в Долгопрудный начал ездить на велосипеде. А летом, уже следующие годы, когда мы год отучились, значит, мы пошли на практику в ЦАГе в Жуковском. На производство. Там в мастерских, где модели делают, попилить что-то. Ну, конечно, нас до этого водили по всем трубам еще весь год. Я знал и московское, и ЦАГето, я видел аэрономические трубы, модели, все. Это было жутко интересно, мне жутко нравилось. А тут ездили на станках. Потом, во время этой практики, мы жили в Жуковском, в квартире профессора Красильщика, старшего. Они уехали отдыхать на Победе куда-то с семейством, с младшим. А иногда мы жили у меня на Старой Конюшне. В одном я как-то у одного из одноклассников из-за Плеяда, о котором попросил велосипед для Сашки. Я говорю, поехали в Жуковский. Он говорит, далеко. Я говорю, ну, чем-то 45-50 километров поехали. Поехали. Устал у меня чемпион. что он сделал? Поскольку его уже знал легкоатлетический мир, одним из его выступающих тренеров был некто Гавриил Коробков, личность особого класса. Десятиборец, кстати, Гавриил Коробков был. То есть есть такой десятиборец 10 видов легкоатлетики. 5 в первый день, 5 в второй. Он меня отвел в Гаврииле Коробкову и тот меня продал в конюшню велосипедную динамовскую. Вот так я стал. Мне это хотелось. Вот так стал велосипедистом. Остальное вы знаете. Вплоть до вице-президентства Федерации велосипедного спорта. А не было. Ну, в общем, короче говоря, я откатался все студенческие годы на велосипеде в составе московского динамо. Ну, а потом через много лет, в 80-е годы, значит, мои коллеги призвали меня, чтобы использовать меня в административные ресурсы в Федерации велосипедного спорта СССР, где я с 80-х до 81-го, 91-й и просуществовал. А Красильщиков успешно выступал в Дестиборе. У нас хорошие спортсмены были в Дестиборе. Так подходили Хельсинские Олимпийские игры, в которых впервые мы участвовали в Советский Союз в 52-м году. Гаврилу не пустили. Он мог бы быть призером и уж мог бы полностью выиграть Дестиборе Хейнелип эстонец. Его тоже не пустили. Он долго боролся. Он говорит, привяжите мне руку одну, я выиграю ядро и Дестиборе с привязанной рукой. Не пустили. А Гаврилу не пустили по другому поводу. Гаврил Витальевич лет до 15-16 жил в Америке с отцом, который работал в какой-то торговом представительстве нашем, советском. Когда он вернулся, значит, видно его или совсем репрессировали, или не очень. Но, во всяком случае, под подозрением находилась личность Гаврила Витальевича. А Гаврил Витальевич при мне, как-то мы к нему пришли, Сашка, он на Ленинградском шансе жил, недалеко от Белорусской. Он в этот день получил медаль чемпиона СССР в эстафете 4 поста с латую. И в этот же день получил диплом мехмата МГУ. Вот такие интеллектуалы были. Там еще был такой Иван Степанченок, замечательный, легкийатлет, барьерист, тоже высокообразованные все люди. Вот в легкой атлетике, почему я, вы спросили, какой я спорт люблю? Я больше всего люблю легкую атлетику. Смотрите. Я не пропускал ничего. Я с Сашкой красительщиком таскался на все его соревнования. Потом пошли эти матчи с Сарша при Хрущеве на Лужниках. Это был, как говорится, праздник души для меня. Я знал цену результатов. Когда мне говорят, я знаю, что это за уровень, это результат. А научился я всему, потому что я таскался на всякие Сашкин соревнования всех уровней. Время Щербаков, такой, Леонид, замечательный солдат, которого нашел профессор Азолин. Профессор Азолин профессор физкультуры был, Николай Азолин, заслуженный мастер спорта, профессор, рекордсмен-эфсер по прыжкам в шестом, в сороковых годах. И вот он нашел солдата, динамовского какого-то, ну, из МВД, Щербакова, почувствовал в нем прыгучесть. И за полтора года сделал из него мирового рекордсмена в тройном прыжке. И от бразильца до Сильва рекорд с тройным прыжком перешел в Советский Союз к Леониду Щербакова. Я их всех тоже знал уже тогда, потому что я больше околачивался с ними, чем со своими ребятами из Реутовской дивизии, солдатами. Это тоже одна из форм профессионализма была. Значит, его забирают в войска МВД, Реутовская дивизия МВД, они там числятся, появляются раз там неделю, не больше, живут дома или на сборах и соревнуются. Хорошие ребята были. Сашка Назаров, Юра Гадлевский, сирот с ними я. Служил точильщиком, нас так обидно называли. Тинамо, спортсмены других видов спорта, потому что мы крутим ногами на месте этих станков велосипедных, они гремят. но и потом самое противное, что на шоссе тебя обдувает, а здесь ты истекаешь потом. И под тобой лужа, которая вызывает подозрения у окружающих. Субтитры создавал DimaTorzok